Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Мои коллеги расскажут о последних событиях. Коротко, о главном. Рост заболеваемости коронавирусом снизился, но болезнь не отступила. Врачи призывают соблюдать меры безопасности, гигиенические нормы и не посещать места массового скопления людей. Исмаилов и Емельяненко. До схватки двух ярких бойцов в городе Сочи остаются считанные дни. На заключительные тренировки дагестанца побывали и наши корреспонденты. Рост заболеваемости снизился. Однако коронавирусная инфекция продолжает угрожать людям всех возрастов. Об этом сообщили в Республиканской инфекционной больнице. Сейчас в день поступает около 20 пациентов со средней и тяжелой степенью течения заболевания. Из трех корпусов медучреждения на сегодняшний день работает один. В нем находится 130 пациентов. Он заполнен на 90%. Среди поступающих много пациентов, так же, как и ранее поступали, с сочетанной патологией, сопутствующей, имеется в виду патологией, со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны эндокринной системы, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. У этих пациентов, естественно, исход заболевания бывает менее благоприятный, потому что эти сопутствующие заболевания не утяжеляют течение новой коронавирусной инфекции. Так как новый вирус до конца не изучен, до сих пор не ясно, как он себя проявит в дальнейшем. Поэтому врачи призывают продолжать соблюдать все меры безопасности, соблюдать гигиенические нормы и не посещать места массового скопления людей. Большой резонанс в социальных сетях вызвал проект обустройства парка вокруг озера Акгель, представленный недавно Комитетом по архитектуре и градостроительству Дагестана и предполагающий в том числе строительство ряда объектов коммерческой направленности и масштабное благоустройство территории вокруг озера. Однако люди восприняли эту инициативу неоднозначно. Многие недоумевают, как можно затевать благоустройство, когда не решен главный вопрос – судьба озера. Находящийся на грани выживания водоем стал местом экологической катастрофы. Озеро высыхает из-за того, что засыпаны родники и русла реки Толгинка, подпитывавшие акваторию водой. Уровень его глубины упал почти на метр. К нам в редакцию обратились махачкалинцы с вопросом, зачем строить на берегу еще один парк развлечений, если там уже есть один. Поскольку официальные разъяснения от главы архитектуры Дагестана по поводу возникших вопросов мы получить так и не смогли, нам пришлось обратиться к независимому эксперту, который прокомментировал данную новость с профессиональной точки зрения, учитывая целесообразность такого подхода, а также своевременность и затратность принимаемых решений. Тут мы видим определенную какую-то спешку при принятии решения. И, видимо, нехорошо проведены были исследования и приняли какое-то решение сделать аттракцион там, где необходимо провести реабилитационные работы у озера. Это слишком сырая концепция, чтобы детально ее комментировать. И когда авторы концепции обезличены, то есть есть какая-то организация большая, то есть за этой организацией стоят какие-то люди, но мы их не знаем, их фамилии, имена. И такая получается коллективная безответственность. Никто не может ответить за тот продукт, который он выпустил или показал. Это знаковый объект для нашего города, и он нуждается даже, как мне кажется, необходим на этот участок конкурс. Конкурс, куда надо привлечь разные архитектурные бюро. Эксперты говорят, что в озере погибло все живое, в том числе рыба, которая выращивалась в водоеме десятилетиями. И теперь, по словам жителей близлежащих домов, разлагающаяся биомасса нередко источает гнилостный запах. При таком огромном комплексе нерешенных проблем, привлечение сил и средств профильной государственной организации для проектировки развлекательных учреждений на берегу вызвало массовое недовольство и порицание со стороны людей, чье мнение никто не спросил. Миссия комитета – это правильно нанять исследователей, дать им правильное задание, потом принять какое-то решение. Это общение с населением, это публичные слушания, публичное обсуждение, это приглашение экспертов, критиков. И тогда мы будем идти на верном пути. Когда все проходит кулуарно, нет информации, нет прозрачности, то и возникают такого рода концепции сырые, которые потом общество непонятное, и экспертам тоже. Люди также спрашивают, как можно тратить ресурсы на создание трудоемкого и дорогостоящего проекта, если само существование озера под вопросом. Природный водоем, являвшийся жемчужиной Махачкалы и одним из символов города, рискует исчезнуть с карты столицы. И каждое решение, касающееся его судьбы, вызывает тревогу у горожан. С точки зрения даже дизайна тех вещей, которые там были представлены, они сделаны на совсем высоком, на хорошем уровне. Сегодняшний дизайн, он вошел семимильными шагами вперед. Поэтому мы можем сделать спокойный парк. Нужно понять, кто конечный пользователь этого парка. Если каждое общественное пространство превращает в парк развлечений, то, может быть, этого не стоит делать. Поэтому только общение с жителями, мы можем понять, что им необходимо. В этом году почти 4 миллиарда рублей выделено на ежемесячные выплаты на первого ребенка в Дагестане. Об этом сообщают в Минтруда республики. Так, с января по июль 2020 года Министерством управления социальной защиты населения на осуществление указанной выплаты уже перечислены денежные средства в сумме около 2 миллиардов рублей, рассчитанной на более чем 27 тысяч человек. Отметим, право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. Кроме того, размер дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Кайтакском районе Дагестана строятся очистные сооружения. Ход работ накануне проинспектировал глава района Алим Тимирбулатов. Строительство ведется в селе Маджолиз. Местные жители будут обеспечены качественной питьевой водой. На сегодня на объекте возводится модульная станция для установки очистных сооружений. Помимо этого, вырыт котлован для размещения двух распределительных резервуаров для воды объемом по 500 кубометров. Кроме того, начаты работы по подготовке фундамента для установки дизельного трансформатора для бесперебойного электроснабжения очистных сооружений. Махачкала в списке городов с самым грязным воздухом в России. Согласно данным Росгидромета, в столице наблюдается высокая повторяемость максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ и в случае высокого загрязнения атмосферного воздуха. По оценкам специалистов, одной из главных причин загрязнения воздуха в Махачкале является большое количество автотранспорта. Кроме того, многие автозаправочные станции в городе используют некачественное топливо. В результате тщательных исследований выяснилось, что воздух в столице Дагестана тотально загрязнен соединениями тяжелых металлов, которые могут нести существенную угрозу здоровью махачкалинцев. В Буйнакске открыта вторая в Дагестане штрафстоянка для бродячих коров. Администрация города сообщила, что любое животное, замеченное в черте города, будет выловлено и размещено в штрафном помещении. Владельцы крупного и мелкого рогатого скота смогут их вернуть только после того, как выплатят штраф в 2000 рублей. Мэрия попросила владельцев животных пасти их в строго отведенных для этого местах, не выпуская в город, где они питаются отходами из мусорных баков. За отличную учебу лучшим студентам Дагестанского государственного технического университета вручили красные дипломы. Поздравить отличников и вручить им красные дипломы пришли ректор вуза и руководители ведущих организаций. Каждый из них отличился в спорте, науке или общественной деятельности. В связи с коронавирусной пандемией ДГТУ перешел на дистанционное обучение. В процессе работы над дипломами все консультации с преподавателями проходили на удаленке. И теперь, после вынужденной разлуки, выпускники собрались уже в режиме реального времени. Ректор вуза Нурмагомед Суракатов подчеркнул, что этот год оказался достаточно сложным, но в то же время продуктивным для вуза. А потенциальные работодатели отметили, что будут рады видеть ребят в своем коллективе. Действительно, мы нуждаемся в новых квалифицированных, высоко технологичных, обученных кадрах. Рады, что Дагестанский государственный технический университет постоянно нас приглашает, что не забывает о нас. Действительно, молодым людям нужна социализация. Эту социализацию мы готовы предоставить. Ровно неделя до самого ожидаемого поединка 2020 года в российском ММА. Дагестанец Магомед Исмаилов помирится силами с Александром Емельяненко. Этот бой пройдет в Сочи и возглавит 107-й турнир лиги ACA. На одной из заключительных тренировок Исмаилова побывал наш корреспондент Курбан Рагимов. Он узнал, с каким настроем один из самых ярких бойцов страны подходит к серьезному вызову. Видишь, я начинаю работать даже через... Видишь, аккуратно, аккуратно, микрофон давай, раз запустил. Всегда веселый, он острый на языке, в то же время харизматичен. Магомед Исмаилов продолжает виртуальные атаки на своего соперника. До боя против Александра Емельяненко остаются считанные дни. Будем выбивать из Александра его легендарность. Подколы и резкие ответы так, два самых ярких бойца России подогревают интерес к своему поединку. Мастера трештока уже почти год регулярно радуют креативом, но главные события ждут нас в октагоне. Что справа, что слева, так удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил римля. Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься. Этот бой не имеет аналогов в российском ММА. Основная особенность – весовые категории бойцов. Поединок пройдет в тяжелом весе, что привычно для Емельяненко. Исмаилов же почти на 20 килограммов легче, ростом он ниже на 18 сантиметров. Однако у лысого хищника габариты соперника не смущают. Страшных каких-то травм нет. Вес сейчас 96 килограмм. 96,5 килограмм. Оптимальный какой должен быть вес, чтобы именно в тяжах подраться? Я считаю, что какой он будет, такой достаточно. Не хочу заставляться, через силу есть не хочу, не доедать не хочу. Вот захотелось покушать – кушаю. Не хочется – не ем. А вес какой будет на тот момент, такой пусть будет. Основная часть тренировки Исмаилова закрыта для видеокамер. У него есть домашние заготовки, которыми боец намерен застать своего рослого и тяжело бьющего соперника врасплох. Дагестанец, так же, как и его оппонент, настроен крайне серьезно. Если он начал тренировочный процесс в Ахмат, и глава Чеченской республики Рамзан даже, имеется в виду, уделял ему внимание, думаю, он максимально серьезный подход к тренировочному процессу в этой его подготовке был. Да и он вот сейчас, то есть недавно в нашем перекрестном интервью, он заявил, что это лучшая его подготовка, лучшая его форма за всю его карьеру в смешанной передноборстве. Так что это именно то, чего я хотел. Нет, мы идем побежать лучшую версию. На следующей неделе в Сочи в Актагон войдут еще четыре дагестанских спортсмена. Большая часть подготовки бойцов попала на эпидемию коронавируса. Лишь за месяц до боев они смогли собраться в зале. Один из столичных фитнес-клубов сделал для профессионалов исключение. Поначалу, вспоминает Гаджумрад Хирамагамедов, приходилось тренироваться на свежем воздухе, в парках и в горах. Победа над Абубакром Вагаевым приведет нашего микс-файтера к титульному поединку в полусреднем весе. В Дагестане уже поехал в горы, в горах полутируя день недели. Там кросс физически укреплялся. Потом уже здесь, остальные месяцы уже проходил в Махачкале. Душно, жарко, ничего нормального. В эти дни спортсмены плавно приступают к сгонке веса. Боец клуба «Крепость» Курбан Тагибов идет на серии из десяти побед подряд. Две из них одержаны в лиге ACA. Успех в следующем бою позволит полулегковесу войти в круг претендентов на чемпионский пояс. Мой соперник – это Рамазан Кишев. Я его смотрел в бои. Хороший, крепкий парень. Я готовился на войну, как всегда. И будем траться дотовал. Что даст тебе эта победа? Это еще одна победа в мою копилку. Еще на один шаг ближе к поясу. Это победа многое дает. Турнир ACA 107 пройдет 24 июля в Сочи, в курортный город. Спортсмены отправятся уже через два дня. Вечер боев возглавит поединок Емельяненко и Смаилов. Это событие однозначно не оставит равнодушным никого. Курбан Рагимов, Магмед Абдулмуталибов и Мусас Алгиреев. Телеканал ННТ. Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами. Смотрите нас в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!